всем привет сегодняшний выпуск уникальный тем что мы расскажем какие главные навыки должен развивать себе начинающий предприниматель мы это три бизнесмена которые основываясь на собственном опыте дадут советы по развитию личностных навыков сегодня мы встретимся с автором курса реального вконтакте далее с одним из владельцев завода светотехники подольске и еще с одним филантропом в конце этого выпуска у вас будет чек-лист и понимание из девяти навыков которые будут способствовать развитию вашего бизнеса плюс в конце мы разыграем три подарка ставьте лайки и погнали ребята сейчас я вас хочу познакомить своим другом его зовут дмитрий башмаков это тот человек который два года назад переехал в москву из электростали поставил себе несколько целей подряд первая цель была заработать 300 тысяч рублей следующая цель была заработать себе на бмв м2 потом заработать 2 миллиона рублей и после купить себе porsche panamero все эти цели он успешно закрыл он является ведущим программы bm цели за всю свою деятельность провел более 1000 разборов у него два бизнеса первый бизнес это экскурсии квесты в москве и второй бизнес он является партнером подольского завода светотехники дмитрий какие на ваш взгляд должны быть три качества предпринимателя которые ему нужно постоянно развивать на самом деле интересный вопрос первое наверное это навык добиваться своей цели любым способом то есть по факту предприниматель он всегда к чему-то стремится предприниматель решает какую-то проблему выполнять какие-то свои цели и вот без этой тяги без стремления без там какой-то эмоции до во внешний мир невозможно вообще что-либо сделать и первое наверное что важно понимать что вы должны научиться достигать целей это может быть это все может начинаться с очень простой цели например там запустить сайт там получить первые заявки но это тоже мини цель и с нее и начнется там ваш бизнес последствия часто у вас было такое что вы ставите свою какую-то цель вот уже как бы подходит время к концу не цельно закрывается в последний момент как-то вы выходите ситуации закрываете и что это была ситуация какая-то самая яркая вообще у меня так получалось я короче когда только ставил цель когда подписывал ее у своего наставника там у петра подписывал первой цели я всегда настолько сильно боялся настолько сильно включался в процесс что я закрывал цель даже досрочно то есть уже перед подписанием я находился в состоянии боевой готовности мобилизации я декларировала ее на бумаге и начинала работать просто с утра до ночи ситуация складывалась что я выходил даже раньше потому что когда ты берешь на себя определенные обязательства когда ты вот этот навык добиваться цели начинаешься вырабатывать то по сути все равно какую цель перед собой будешь ставить там хоть спорте хоть в бизнесе в отношениях вот ты везде будешь это выполнять то есть без этого навыка я его поставил первым как бы невозможно ничего остальное и по сути важно знать три фактора то есть важно знать вашу долгосрочную цель то есть что вы ставите себе условно через год то есть где вы хотите быть понятно что вы автомобили не купите там сразу с первой цели да если вы только начинаете но надо понимать что вы этот автомобиль хотите и надо понимать через какие первые шаги вы его добьетесь. Важно понимать на год цель и важно понимать, что вы будете делать в этот же первый месяц, потому что, по сути, существуют вот эти две границы, потому что кто-то мечтает о каком-то большом будущем, а как бы в моменте, в текущий месяц не собирается ничего делать, а кто-то наоборот кипишится вот так вот каждый день достигая какие-то, делая продажи, но глобально, ну, в долгу ничего не достигает, остается на том же месте. И третье, что важно, цели вот этой вот, которые вы должны достигать, ее надо достигать своим способом. Важно прислушиваться к себе, важно чувствовать, что вам заходит в достижение, а что нет. Кто-то нормально работает в агрессивной среде, кто-то работает с трудом, кто-то средотачивается, когда он в спокойной атмосфере, в комфорте, да, кто-то средотачивается, когда он соревнуется с кем-то. Если просто вспомнить нескольких своих друзей, то становится очевидно, что мы все очень разные. Кто-то очень много болтает, кто-то такой компанейский и добрый, а кто-то очень системный и любит цифры. То есть мы все через разное, ну, в конечном итоге придем к этим целям. И важно, зная свою цель, все-таки смотреть, каким образом вы ее добиваетесь. Если вы начинаете болеть, если у вас там поднимается температура, если вам тяжело, значит, вы идете не своим путем. Оглянитесь, посмотрите, чем вы занимаетесь. Возможно, ваши там холодные звонки можно попросить сделать вашего друга, который с удовольствием там их сделает, потому что для него это нормально. Вот, это первое. Наверное, навык достигать цели. Так, ребята, всем привет. Сегодня я хочу вас принакромить с моим товарищем. Это Александр Воловик, владелец интернет-агентства. У него есть свои курсы реальные во Вконтакте. Саня, салют. Привет. Расскажи, пожалуйста, по твоему мнению, три самых главных навыка, которые должны быть у предпринимателя. Я не подготовился, да? Что ты имеешь в виду? Вот, ну, можешь пример? For example. Ну, допустим, вот я не системный человек. Я далеко не системный человек. Но я понимаю то, что это как раз-таки то, что мне некомфортно, и то, что мне нужно в себе развивать для того, чтобы был результат. Кто тебе сказал, что тебе нужно это развивать? Я сам так считаю, что из-за этого у меня будет больше результатов. На мой взгляд, там ошибка. То есть я когда, всегда, когда я стремился развивать в себе слабые стороны, слабые, не сильные, да, типа стать более системным. Это закладывается до трех лет родителями. То есть тот или иной психотип поведения. И пытаясь не принимать себя, да, спорить с собой. Ну, внутри у тебя война там, короче, один творческий человек, другой там. Нужно быть системным, вроде как так надо, да? Найми ассистента системным. Прямо объясни, я творческий, я не системный, короче. Мой график нужно систематизировать. Ну, со мной работать нужно вот так, так, примерно. Либо ты просто с собой будешь воевать всегда. И, на мой взгляд, не нужно не любить себя за какие-то вещи, спорить и пытаться развить там системность, когда ты гениальный, творческий человек, придумывающий гениальные идеи просто. Идея реализатора этих идей, у которого, наоборот, он завидует таким творческим людям. Он говорит, как ты так придумываешь, Артур, себе бизнеса, да? То есть... То есть первое, это любить себя и не задрачивать тем, что тебе не нравится, заниматься тем, чем не нравится. Как навык, если как навык, это можно сказать, да? То есть любить себя, принять себя таким, какой ты есть, наконец-то, да? Сказать, что вот, да, я такой, у меня так все классно, я люблю себя. И мир начал так же тянуться к тебе. Есть какая-то цель, хочешь ты автомобиль, да? Вот у тебя была цель автомобиль купить, да? Ты же не знал 100% какой план нужно сделать. То есть, ну, как бы ты примерно представлял, куда двигаться, то есть какие шаги делать, но какие вводные новые появлялись, ты вряд ли там сразу заранее представлял, да? Какие-то люди находились, которые помогли, какой-то там товар нашелся, там что-то там, объявление появилось. Это не твои навыки. Это твое умение идти вперед и все остальное подкручивать под твою цель. И в то же время, когда у тебя твердое намерение есть, например, организовать системный бизнес, да? Самая будет ошибка в себе системности организовать. Ты будешь просто идти вперед, общаясь, договариваясь и находить системных людей, какие-то системные решения, да? То есть сервисы какие-то, которые систематизируют какую-то работу. То есть тебе не нужно спорить с собой, что ты делаешь. Ты не можешь быть многоруким, многоногым. То есть ты предприниматель, ты такой, какой ты есть, ты хочешь того, что ты хочешь и у тебя есть твердое намерение. Все остальное, оно притягивается и работает на твою энергию, на твою цель. Итак, три главных навыка, которые должны быть у предпринимателя. На мой взгляд, это следующие навыки. Первый навык, конечно же, быть в фокусе. Тот человек, который на протяжении долгого времени бьет в одну и ту же точку, который постоянно учится, который постоянно развивается, все знания, всю эту информацию проецирует на свой бизнес, на свой продукт, на совершенствование своего сервиса. Если он делает это все в одном бизнесе, то он добивается очень хорошего результата. Другая сторона, если человек на протяжении долгого времени одновременно занимается развитием трех разных каких-то проектов. И тогда получается такое, что сумма всех этих трех проектов, из-за того, что человек был расфокусирован, гораздо меньше, чем сумма того одного проекта, на который, на которое тратилось время. Поэтому очень важно быть в фокусе. Я сам на себе это очень хорошо прочувствовал. Не так давно у меня был подъем и этот подъем как раз таки связан с тем, что я был в фокусе. Занимался только одним бизнесом. Все мое внимание было направлено для того, чтобы развить только этот проект. В результате этого получилось бомбануть. Но после я просел. Если вот откатить время назад, я понимаю, почему я просел. Я просел как раз таки из-за расфокуса. Я очень сильно был расфокусирован. Одновременно было много проектов. Все эти проекты были по-своему очень интересные, казалось бы, очень прибыльные. Но из-за того, что я свое внимание тратил часть сюда, часть сюда, часть сюда, выхлоп был соответствующий. Выхлоп был не очень. И как только я остановился, осознал это и убрал свои жизни, результаты снова начали расти. Поэтому очень важно быть в фокусе. Быть в фокусе той задачи, которую вы ставите себе на день. Той задачи, которую ставите себе на неделю, на месяц, на квартал, на год. Важно сейчас в моменте определить, что на самом деле ведет к результату, а что наоборот отталкивает от него. Оставить то, что на самом деле важно. Другим словом, быть в фокусе. Следующее, второе, на что я вот обратил сразу же внимание, нужно создавать ценность, создавать пользу. То есть, по сути, весь бизнес это обмена пользы на деньги. То есть, вы создаете свою деятельность, какую-то пользу в рынке. Возможно, вы такую же, как там ваш конкурент создаете, но вы ее создаете и именно эту пользу у вас покупают. Вы выкладываете в интернет какой-то товар. Этот товар видят другие люди. Они говорят, блин, мне нужна детская кроватка или мне нужно ребенка отвезти куда-то на экскурсию в Третьяковскую галерею. Клиент хочет эту пользу взять, он хочет эту ценность для себя получить. И по сути, то, что там внутри заложено, вы делаете. То есть, вот это предпринимательство. Вы показываете человеку, что он хочет, он это покупает. Создавая больше пользы, вы быстрее можете расти на рынке, быстрее расширяетесь, быстрее и больше зарабатываете. Я вообще всегда думал, что бизнес это просто мы берем какой-то продукт и продаем. Но, когда я начинал несколько лет назад, я заметил, что какие-то продукты продаются хорошо и быстро, и люди за них благодарят тебя. То есть, они говорят прям спасибо, там жмут руку. А какие-то продукты скорее вызывают даже дискомфорт. То есть, человек вроде получил, что надо, но он такой, ну и все. Как бы и такая отрицательная эмоция. Я понял, что не все продукты одинаково полезны, что они разные. И тот, который несет большую пользу, он имеет право на жизнь больше. Поэтому создавайте пользу. Даже если вы делаете сайты, делайте сайты так, чтобы люди вас за это благодарили. Чтобы они говорили, блин, капец, мне никто не мог так сделать, а ты сделал. Спасибо тебе. Тут я тоже с вами соглашусь. Недавно слушал выступление одного спикера, он как раз тактировал о том, что очень важно давать клиенту пользу, ценности, давать больше, чем вы пообещали. Я такой задумался, блин, я в принципе, насколько учусь, там 5-6 лет, я столько про это и слышу. Но как-то всегда это проходило мимо ушей. А сейчас я задумался, ну, наверное, не просто так. Все постоянно говорят об одном и том же. Это на самом деле действительно важно. И уже нужно отходить от того, когда нужно просто заработать денег, положить себе в карман, отгрузить клиента и как бы и убежать. Нужно делать лучше серию, сделать лучше продукт. Да, и тогда вы будете в преимуществе, потому что вы будете долгосрочные отношения строить с вашим клиентом. Вот мы занимаемся светотехникой, поставляем светодиодное освещение. Мы, короче, изначально строили компанию вокруг клиента. И получилось, что даже, казалось бы, клиенты, которые второй раз не покупают, они хотят и начинают покупать у нас второй раз. Просто они там осветили условно здание, они начинают освещать улицу. То есть это, хотя не оптовый клиент, это просто частник, но он начинает освещать с нами все свое производство. Это как бы дает намного большее в рынке преимущество по сравнению с другими компаниями нам. Потому что мы ради клиента работаем. Вот смотрите, изначально подход в рынке какой был? Клиент обращается, ему говорят, что вы хотите? Мы хотим там светильник. Ему говорят, сколько ватт? А там, как он должен висеть? Какой корпус? Это подход про продукт. Мы стали спрашивать о том, что клиенту надо. Мы говорим, а вы куда вешаете на производство? А у вас там люди работают или там склад? То есть, ему, узнавая у него его потребности, кто заказал повесить? То есть, если это главный инженер, то ему его собственник сказал, нам надо переосветить в соответствии с законом. То есть, мы узнаем потребность со всех сторон у этого клиента и делаем ему предложение, идеально удовлетворяющее эту потребность. То есть, по сути, мы с каждым клиентом работаем индивидуально. Но так как мы этот цикл уже много раз повторили, каждый месяц мы делаем там более 50 отгрузок оптовых, вот этих больших. Мы как бы уже знаем даже, что там за люди. Мы с ними сразу прям начинаем общаться на одном языке. И мы не обсуждаем светильники, мы обсуждаем то, что эти светильники должны осветить. И поэтому люди с нами остаются. То есть, клиент у вас покупает не светильники? Да, клиент у нас покупает освещенное помещение, решенную потребность, отсутствие там геморроя. Просто мы не называем это такими словами. Просто по общению с нами он это чувствует, что, блин, с этими ребятами надо работать. И так, это вот удивительно. Часто я пишу у себя в Инстаграме про то, с какими компаниями работаем. Мы, например, работаем с Шишкиным лесом, Азбукой вкуса. И все говорят, типа, а как вы туда заходите? Типа там тендеры, там откаты. На самом деле, к нам эти вот заказчики приходят от того, что их кто-то кинул. То есть, у них открывался магазин, их подвели по срокам, им не поставили освещение, у них осталось там три дня условно до открытия, нам звонит там их инженер, и мы просто без оплаты, короче, отправляем ему туда светильники. Через какое-то время он оплачивает, мы знакомимся, у нас завязываются отношения, и вот мы уже около полугода работаем там. Новые их магазины мы открываем и вот такой продукт на самом деле нужен рынку. А бывает, вот ты тоже разбираешь людей, вот вижу прям, человек рассказывает про то, чем он занимается, и у меня возникает вопрос, а это вообще людям надо? То есть, он говорит, я там настраиваю директ, но плохо, или там я чем-то торгую, ну, ну так что-то. Я говорю, блин, а это вообще, ну надо кому-то? Ну, типа, ты так к этому относишься, ну, непонятно, зачем у тебя покупать, чтобы ты денег заработал? Ну, это, блин, не очень, это люди не любят покупать, чтобы ты денег заработал, они хотят ценность какую-то получить. Поэтому это второе, то есть, предприниматель должен обязательно равняться на пользу. По-настоящему большая польза конвертируется на деньги. Представьте, допустим, что сейчас все айфоны и все подобные айфонам телефоны, которые есть, вот, да, без кнопок, например, исчезнут. Ну, блин, какой, на них сейчас очень большой спрос. Все хотят пользоваться и вот просто пальцем тыкать, не нажимать на какие кнопки. А это когда-то создал один человек. Он подумал, блин, так будет удобнее, так будет лучше. Он создал пользу, и сейчас эта компания зарабатывает кучу денег на Apple. Все миллиардеры, они как бы везде вот идут через это. Второе, это люди. Когда ты прошел какой-то путь, да, вот я сейчас смотрю на предпринимателей, которые только начинают, какие ошибки они совершают. У них свое представление, что нужно, но по факту, то, что они думают, не так. Если кто-то сейчас задумывает о том, что главное это люди, скорее всего, это правильно. Если ты хочешь далеко расти, широко расти, это люди, новые люди, при том разные люди, это могут быть стажеры. Один стажер можно поменять очень много в твоей компании. Бушмакина, помнишь, Серегу, да, который пришел к нам в офис, не имея денег даже на проезд, то есть просто пришел. Он, по-моему, в офисе. Он жил в офисе, ел печеньки. Я, по-моему, занял денег на то, чтобы он снял комнату. Он во многом реально повлиял и на мое мышление. Своей какой-то детским и простым отношением к вещам, а я уже так успел усложнить, да, и он немножко подкорректировал мою систему и дал очень много, как это ни странно. Это стажер по факту. Пришел новый стажер в компании. Не всегда мы должны делить людей там из стажеров, ну, по статусу. То есть любой новый человек, который может тебе что-то посоветовать, порекомендовать из своего опыта, что-то сделать руками, может быть, чай принести, даже поддержать. Это человек, который работает на твою цель, что он также тебе полезен и нужен. То есть каждые новые люди это какие-то возможности. Умение общаться с людьми, умение договариваться с людьми, не сливать людей, умение вот взаимодействовать с миром в любой ситуации, с любыми людьми, не деля их на хороших, плохих, умных, неумных, там, все люди полезны. Просто нужно найти, куда применить, подумать, как можно. Следующий навык, на мой взгляд, который должен быть у предпринимателя, так это навык действовать в неопределенности. Наверное, у вас тоже бывало такое, когда вы, находясь на каком-то тренинге, смотря какой-то обучающий материал, читая какую-то книгу, узнаете о каком-то инструменте, там, у вас в голове возникает какая-то гипотеза, мысль, не доходит дело до ее реализации. Почему? Потому что, ну, эта задача, она требует каких-то временных ресурсов, каких-то финансовых ресурсов, да, на это нужно потратиться, а вот на выходе получится или не получится, непонятно. А мозг, он такой, он за то, чтобы, короче, ну, всегда было безопасно. Для него это новое, он непонятно, сработает или не сработает, а ему важно, чтобы было безопасно. И вот, как раз таки, вот этот навык, он о том, чтобы идти туда, где небезопасно. Это кажется, что небезопасно, но как раз таки нужно туда идти. Там развитие, там интересно, там ярко, там наоборот насыщенно, там весь сок. Мне скучно, когда все понятно. Мне кайфово, когда есть вот эта неопределенность. Мне кайфово идти туда, где какое-то мясо, какой-то замес. Где как раз-таки есть вот эта неопределенность. Нужно идти туда, где страшно. Вот поэтому, на мой взгляд, второй навык – это умение действовать в неопределенности. Третий навык – это умение привлечь чужой опыт. От 100% суперспособностей мы все имеем там, ну дай бог, 15, а остальные для нас за гранью. И мы не можем в своем бизнесе разбираться во всем – и в трафике, и в продажах, и в продукте, и там как строить команду, и систему, блин, мы не можем, мы что-то понимаем только одно. Я сам как поступаю? Я привлекаю к себе вот прям в проект, который уже работает, каких-то сторонних людей. Я бывает знакомлюсь с каким-то финансовым директором, который 8 лет отработал в компаниях, там что-то делал с финансами. Я его зову, я говорю, слушай, а можешь к нам приехать? Я там, если что, тебе заплачу чуть-чуть денег. Если можешь так, то давай по-братски. Посмотри, у нас там все таблицы, все цифры. Может быть, мы где-то теряем. Потому что я в свое время в нескольких компаниях очень сильно терял в деньгах по финансам. Я думаю, может быть, сейчас какие-то проблемы есть. Он приезжает, смотрит. Точно так же я отдаю доступ и прошу каких-то друзей, знакомых, чтобы они посмотрели мои рекламные компании, SEO-компании, чтобы они проанализировали скрипты продаж. Всех экспертов я стараюсь привлечь к себе в бизнес. А когда у меня случаются моменты затруднения, то есть я перестаю видеть стратегию, я перестаю видеть, куда дальше компании двигаться, я привлекаю и советуюсь уже с предпринимателями, со своими друзьями, с Артуром могу посоветоваться. Что вообще надо сделать? Куда дальше двигаться? Как кто видит? И когда люди со стороны с опытом 10-летним накидывают те варианты, то тебе вырисовывается картина сразу же. То есть умение привлекать чужой опыт без этого невозможно. Вы можете сделать вообще лайфхак. Если у вас бизнес, посвященный торговле продуктами или торговле одеждой, и вы думаете, как вам в вашем магазине лучше разместить, чтобы одежда лучше продавалась. У вас, например, тысяча заходов в неделю людей. Откройте Headhunter, вейте в резюме компании Zara, H&M, какие-нибудь Kari и посмотрите, какие-то люди работали там, может быть, годами, накопили опыт, они разбираются в этом идеально, и они сейчас ищут работу какого-нибудь там управляющего магазина за 100 тысяч рублей. Вам не обязательно их нанимать, но вы можете их пригласить, купить у них консультацию за 15 тысяч рублей, и вы получите столько опыта, сколько сами бы вы накапливали за 5 лет работы. Это не факт, что вы накопили бы вообще такой опыт. Поэтому привлекать чужой опыт в свой бизнес, обогащать его, это очень ценно. Я вот еще помнил, что даже Стив Джобс, по-моему, любил с кем-то прогуляться. Вот я книжку его читал, он там любил как бы взять какого-то человека и начать его как-то вот с ним ходить, общаться, как-то его вот привлекать. Он также этого дизайнера, по-моему, откопал своего. То есть вот Стив Джобс, это биография? Да, 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 биография. Поэтому, ребят, три вот основное, что должен делать предприниматель. Он точно должен что-то постоянно добиваться. Предприниматель, который просто живет, а что ему предпринимать? Просто можно жить и все, кайфовать. Он должен уметь добиваться цели, он должен понимать, что он создает пользу, которую обменивают на деньги. И он должен уметь привлекать опыт других людей в свой бизнес. Тогда у вас будет крепкий бизнес, тогда вы будете отдавать ценности в мир, тогда вы будете работать в долгую, и тогда ваши цели в том числе будут закрываться. Поэтому я бы назвал этими главными навыками, на которые я и в своем бизнесе, и в бизнесе ребят, которых разбираю. Я всегда на это внимание обращаю. Очень крутые и полезные советы. Я думаю, что в сумме выпуска всего у ребят будет 9 пунктов. Такой чек-лист с пунктами, которые нужно обязательно выполнять, и для того, чтобы сделать крутой результат. Мы даже можем, знаешь, что сделать с тобой? Друзья, если у вас есть какой-то конкретный вопрос по бизнесу, да, касаемо вот моих компетенций, какой-то стратегии, да, понимания, хороший ли продукт, как там дальше действовать в перспективе, как там в каком-то городе заработать, вы можете писать в комментариях под этим выпуском ваши вопросы. Я зайду примерно через неделю после выпуска и отвечу всем, кто напишет комментарий. Вот, я каждого прокомментирую, если вопрос покажется мне адекватным. Вот, неадекватный комментировать не буду, да. Поэтому пишите вопросы, постараюсь всем ответить. Вот, готов поучаствовать в развитии канала, да. Отлично, очень мощно. Прикольно. Крайний третий навык. Крайний третий навык. Настраивать социальные сети. Ну, смотри, я так скажу. Вот у тебя есть два навыка крутых. Ты умеешь нанимать людей, ты знаешь, куда ты идешь. У тебя есть там какой-то продукт, например, какой-нибудь. Вот, чтобы рассказать об этом продукте людям, самый простой способ это социальные сети на данный момент. Это YouTube, это ВКонтакте, это Facebook, это Instagram. Иначе как ты будешь? Ты будешь ходить по улице, рассказывать каждому. Или ты будешь приходить на мероприятие, даже там хорошо 100 человек в зале. Но у тебя сколько просмотров на твоем раннем видео, например, на последнем видео? Тысяч 40. Тысяч 40. 40 тысяч. Попробуй, блин, 40 тысяч обойти и рассказать им свое предложение, да. Но рассказать свой продукт, из себя рассказать как человека, презентовать. Тебе проще один ролик снять, выложить его. Бесплатно по факту, то есть ты даже не тратишь денег на это. Ты выложил, и тебя видят 40 тысяч человек только в YouTube. Еще взять Instagram, там 10-12 на охват. Еще взять ВКонтакте, такая же история. То есть социальные сети – самый простой способ презентовать себя как специалиста или свой продукт. То есть нужно развивать свои социальные сети? Да. Это тоже процесс, это тоже вовлечение людей, это тоже идея, которой ты идешь. Но это навык, который действительно сейчас нужен. Я это вижу на своих учениках, как они зарабатывают с помощью того, что человек занимается. Например, детская школа каратэ в Подмосковье. И они не знают, как привлечь из своего города новых людей, детишек, родителей, чтобы они привели своих детей туда заниматься. Хотя это очень благое дело, очень классный спорт детский. И они с помощью Instagram, с помощью точечной геолокации, с помощью рекламы на геолокацию привлекли себе 40-50 новых человек в один поток. Заработали на этом 500 тысяч, но и дали счастье, радость родителям, что они пристроили в хорошую школу. Вот такая тема. С помощью Instagram. Я видел stories или пост, ты писал о том, что тебе никто не дарит подарок. Да. Вот я ехал, я ехал к тебе сюда, вспомнил про это, думал, что бы тебе такое подарить. В общем, я позвонил в свою школу мотокросса, заказал у меня кратификат. О, нифига. Вот я тебя приглашаю на тренировку мотокросса. Только я не умею на мотоцикле. А тебя научат. Да? Да, в любой выходной день. Выберешь, наберешь меня, поедешь на тренинг, тренировка оплачена. Круто, спасибо большое. Вот это круто. Ну, видишь, работает stories, работает социальная сеть. Друзья, побольше пишите stories с просьбой сделать подарок. Можете получить что-то интересное. Все, огонь. Следующий навык, на мой взгляд, который должен быть у каждого предпринимателя, это навык быть уверенным в себе. Не самоуверенным, а быть уверенным в себе и верить в то, что ты делаешь. К сожалению, на моем пути очень часто попадаются такие люди, которые не верят в себя. И это очень плохо. Представляете, если человек намеревается создать какой-то результат, но при этом он как бы не верит в то, что этот результат получится. На хрена как бы так делать? Бизнес – это люди. И представляете, какие люди пойдут за тем человеком, который не верит в себя, не верит в то, что он создает, не верит в конечный результат. Бизнес, конечно, это не всегда легко. Очень часто бывает наоборот, бывает сложно. И как бы ни было сложно, какие бы на пути ни были преграды, предприниматель просто обязан верить в себя. Ну вот, очень важно быть в себе уверенным. От маленькой к победе, к следующей победе. А потом к следующей, и следующей, и так далее, и так далее, и так далее. Не надо сразу зарекаться на Эверест. Придите к нему постепенно. И вот вы такие стоите на Эвересте. Звоните Конору Макгрегору и говорите, «Алло, Конор, у Хабиба сегодня выходной, сегодня я вместо него выйду с тобой». Вот к чему как бы приводит уверенность. Вот на этом наш выпуск подошел к концу. Ребята, напишите в комментариях, на ваш взгляд, какие должны быть главные навыки у предпринимателя. Ребята, до этого у нас было два конкурса. В первом конкурсе мы разыграли три участия в курсе «Прорыв». Вот, итоги этого конкурса есть в нашей группе во Вконтакте, ссылка в описании. Итоги второго конкурса. Ребята, помните, не так давно я ездил к Антону Руданову и забивался с ним на то, что пробегу полумарафон. И ценой слова будут, если не пробегу часы, а если пробегу полумарафон, то тогда разыграем совместный ужин с Антоной Бритвой и тем участникам, которые выиграют в конкурсе. Так вот, отчет об полумарафоне тоже в нашей группе во Вконтакте. Итак, друзья, у нас для вас конкурс. Мой товарищ Евгений Осколков, владерец федеральной текстильной компании, написал книгу о своей жизни, о том, какие трудности он преодолевал и построил компанию, лидирующую на рынке. Мы разыгрываем три книги. Условия конкурса очень простые, они есть в описании. На этом наш выпуск подходит к концу. Я с вами прощаюсь до следующей недели. На следующей неделе будет очень крутой выпуск о том, как девушки строят бизнес. Вот, у меня все. Ставьте лайки. Пока.